здравствуйте добро пожаловать в похудение для гурманов мы в лите лето прекрасное время для легкой еды но это тоже время и для пикников приближается 4 июля наш очень большой праздник и не можем избежать пикников и разных событий поэтому сегодня мы приготовим что-то альтернативное легкое как всегда впрочем и полезное и вкусное мы будем готовить помидоры сыром и яйцами и зеленью и из остатков помидоров мы приготовим сальсу сальсу с чипсами это действительно время очень непростое потому что когда вы идете на пикник ну хорошо шашлык хорошо бургер хорошо если в нем нету конечно там этого хлебных крошек сосисочки всякие это все хорошо но на пикник тоже приносят кукурузу и картошку вот тут-то нужно держать уши востро что нужно сделать нужно вынуть из помидор серединку из нее мы сделаем потом сальсу чтоб ничего не пропало добро не должно пропадать вот желательно выбрать помидоры таки то что сырые но все-таки плотненькие такие потому что видите нам нужно вот эта чашечка нам не нужно чтобы они развалились тут у меня 4 помидора так что у нас будет 8 помидорных чашечек я кладу их на бумагу чтоб стек лишний лишний сок вот у нас есть 8 чашечек половинок помидора пусть они чуть-чуть полежат на бумажке чтобы лишний сок стек пока сделаем яичная смесь такую и это что я начала говорить что действительно приходишь недавно я была на пикнике конечно мясо мясом все это прекрасно но сейчас сезон сладкой кукурузы и она конечно всегда присутствует и все ее пекут и если вы приходите без какого-то своей еды ту воле-неволе вы можете быть вовлечены в это поедание кукурузы надо позаботиться о себе сами сами себе не позаботитесь никто не позаботится вот я еще забочусь чтобы вы были здоровы и хорошо питались значит яйца на 4 помидора 4 яйца маленьких не берите большие они не войдут но это зависит от помидоров если у вас огромный кита помидор в принципе так значит я пыталась сделать целые лучше как-то не очень хорошо получается лучше вот так их смешать чтобы был такой омлетная масса посолить и добавить мускатный орех все что касается яиц и сыров мускатный орех просто вносит великолепный вкус который собственно говоря так и не ощутишь но очень вкусно вкусная добавка его нужно совсем чуть-чуть окей вот видите немножко стек соком нам действительно не нужен лишний сок выкладываем сюда о хорошо помидор нужно обязательно посолить изнутри иначе сам сам помидор будет таким присноводным противным я всегда повторяю что помидоры любят перец помидоры без перца это как-то не годится значит соль и черный перец теперь я беру крем-чиз там вообще какой-то органический без лактозы ну это чисто так получилось что я его купила но у нас лучше мало ли может быть люди не на вкус он точно такой же так что мы просто любой крем-чиз вы можете взять и выстелить изнутри каждую каждую половинку помидора что мы получим в итоге мы получим блюдо без углеводов вообще ну помидоры это тоже углевод на хороший углевод вот и с хорошим белком с сытным и с неплохими жирами жир в сыре не действует так как других продуктах так что бояться его не нужно так не забыли нет теперь очень аккуратненько выливаем вот эту яичную смесь в половинке помидор я люблю готовить уже в той формочке вы уже наверное это знаете если смотрите люблю готовить формочки как который сразу подавать на стол чтобы не начинать эти все перекладывания но вы можете конечно и другой какой-то форме а так уже красиво обычно это количество получается вот заполняет эти половинки но если что-то прольется невелика беда получится омлет на дне блюда тоже не не страшно немножко осталось но ничего лучше чем если бы не хватило сверху посыпаем сыром в принципе годится весь любой хороший такой сыр вот большим сроком выстояние как пармежан данный сыр это оси а то кажется так он называется он был уже покрошен в магазине но не устаю повторять пожалуйста всегда когда вы приобретаете тертый сыр что конечно очень удобно хотя покрошить самим сыр потереть это совсем недолгое дело но безусловно хозяйкам удобнее купить этот просто обязательно посмотрите ингредиенты чтобы ни в коем случае там не было корн старт чтобы не было крахмала или корн или потейта старт добавляется это совершенно неприемлемо поэтому если написано целлюлоза такой чертый сыр можно покупать и будет хорошо что я еще добавлю это тайм тимьян это вот я сорвала на своем огороде перед тем как пришла сюда он правда немножко так уже что-то почах но ой какой запах сразу от него так вкусно тайма тоже нужно тимьяна нужно совсем немножечко конечно вы можете использовать сухой ну сухой для зимы летом можно что-то такое пока есть возможность свеженькая другую сторону против шерсти надо его против шерсти надо его отодрать вот ой божественно просто божественно ну вот немножечко совсем немного иначе тоже если приложить его то будет ой давайте вот сюда добавим немножко для красоты духовка разогрета до 430 градусов фаренгейта и туда идут эти помидоры минут на 15 то серединке помидор не должны пропадать поэтому мы сделаем сальса сальса прекрасная еда закуска для пикников и ребятишки любят сальсу и взрослые вообще хрустеть с таким и она даже просто к мясу может подойти знаете вот если жарить и шашлык полить вот таким остреньким смесью такой очень даже хорошо но вот я принесла свой любимый как всегда девайс что идет в сальсу традиционно туда идет красный лук красный лук немножко чеснока ну тут очень большая у меня такая долька поэтому я ну вот половинку этой огромной дольки беру больше вряд ли нужно петрушка или кинза кинза если вы любите кинзу и очень многие предпочитают кинзу ради бога я просто как-то не не могу что-то кинзу поскольку я с сибири у нас не было ни петрушки ни кинзы я утрирую конечно но кинзы у нас действительно не было какой-то такой высший пилотаж поэтому не привыкла к ней и заменяю петрушкой но плюс к этому что очень хорошо добавить это орегано орегано практически единственное что растет у меня на огороде причем год от года восстановится все больше она уже раз заполоняет всю территорию очень хорошо ничего не надо делать растет и растет себе вот орегано и все значит сейчас это все раз о я люблю это конечно можно комбайн взять все ой какая прелесть вот ой как пахнет вкусно эти все травы с чесночком просто чудо что еще сюда идет безусловно сок лайма не берите лимон я советую лайм он мягче по вкусу и даже если немножко его больше или меньше как-то это так не сказывается на конечном продукте лимон вещь которая требует четкого измерения количества ложечку возьму ну вот сам этот эта масса готова у нас надо посолить ее конечно поперчить как-то сальса должна быть немножко остренькая так что добавим несколько капель табаско соус как вы любите черный перец я думаю что лишь не будет и я люблю добавлять оливковое масло с травками с какими-нибудь но вот в данном случае это базилик с сандра и томат с сухими вот этими помидорами и конечно это очень прибавляет уже само по себе хороший вкус а думаю конституция хорошая получилось если вы считаете что это жидко или наоборот не знаю это жидко не жидко но можно добавить пару ложечек вот того сока который был может быть он тогда такая сальса более приемлемо для чипсов все ждем когда будут готовы помидоры чтобы сервировать стол гурманы давайте предложим моей команде актон тиви они работу большую проводят и сегодня у нас есть саша здравствуйте я тоже русскоговорящий русскоговорящий студент актон тиви да вот и мы очень рады попробовать давайте попробуем давайте попробуем я к сожалению не могу есть сыр ну ничего я попробую салсу я уверена поэт из он делает собственно говоря сами и все эпизоды так что он мой герой герой что хочу сказать об этих хлебцах это спраутит чипс не обращайте внимание если написано органическое не органическое не имеет никакого значения смысл в том чтобы это было спраут и тогда это как как овощ и тогда это не содержит собственно говоря никакого не 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 крахмала не муки поэтому ищите такие продукты ну что очень вкусно идет салса вот эти крекеры вот эти крекеры дано салса отличная она свежая такая очень хорошие вкусы вот это как назвала не петрушка петрушка дает очень хороший вкус я тех кто не нравится силантром ох как я могу есть силантром не это очень нравится вот нас двое кто не ест силантром кинзу пет потерял барречи спасибо большое за то что вы были с нами вы найдете рецепт на weight destiny.com это команда acton tv.org приходите за новыми рецептами и говоря о фосу в джилай 4 июля день независимости вы найдете рецепт вкусного торта и бургеров и всяких разных закусок и салатов поэтому гурманы заботьтесь о себе и наслаждайтесь праздником и по фосу в джилай с праздником всех и Субтитры создавал DimaTorzok